За 9 месяцев до старта Юрий Гагарин сам выбрал корабль, в котором отправился в свой исторический полет 12 апреля 1961. Главный конструктор Сергей Королев встретился с шестью претендентами и показал разные типы космических кораблей. Он рассказал об их устройстве, а в завершении остановился у двухметрового серебристого шара. Им оказался Восток. «Ну что, кто хочет посидеть в кресле пилота?» – спросил академик. Юрий Гагарин вызвался первым. «Разрешите?» Он снял ботинки и, оставшись в одних носках, взобрался в кабину космического корабля. Жест молодого летчика произвел впечатление на Сергея Королева. Он шепнул заместителю «этот, пожалуй, и полетит первым». Для первого полета в космос у Юрия Гагарина было аж два дублера, а Сергей Королев искал кандидатов среди летчиков реактивной истребительной авиации. Отбирали здоровых мужчин до 30 лет ростом не выше 170 сантиметров и весом до 70 килограммов. Требования были продиктованы размерами Востока и ограниченной ракетной мощностью. Из 3461 кандидата осталось 20 человек. В процессе подготовки выделились три лидера Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов и Герман Титов. В отличие от Гагарина и Титова, Нелюбов не облачался в скафандр, но был готов осуществить полет в случае особых обстоятельств. Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов заранее записали три предполетных обращения к советскому народу. Специально для этого они ездили в дом радио за 9 дней до старта, еще не зная, кого из них выбрали для миссии. А журналисты ТАСС заблаговременно написали три разных варианта сообщения о первом полете человека в космос. Какой из них попадет в эфир зависело от исхода событий. Был вариант и на случай гибели космонавта. К счастью, вариант, где сказано об успехе Советского Союза, через 55 минут с момента запуска услышал весь мир. За два дня до полета в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо супруге на случай, если произойдет катастрофа. В 1961 году это письмо не потребовалось. Жене Гагарина Валентине Ивановне это письмо передадут после авиакатастрофы 27 марта 1968 года, в которой погиб первый космонавт Земли. Через день я должен стартовать. Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убивайся с горя. Полет «Востока-1» проходил в полностью автоматическом режиме. Это было связано с тем, что никто не мог дать гарантии сохранения космонавтам работоспособности в условиях невесомости. На самый крайний случай Юрию Гагарину был передан особый код, который позволял активизировать ручное управление корабля. Юрий Гагарин уже лежал в кабине «Востока», когда выяснилось, что люк с герметизирующей крышкой закрылся не до конца. Не сработал один из контактов. Это было крайне опасно. До Сергея Королева дошли слухи, что американцы пошлют на орбиту своего космонавта уже через неделю. Конструктор решил не отменять полет, а оперативно устранить неисправность. И его инженеры справились с этой сложнейшей задачей. Юрий Гагарин знал, что что-то пошло не так, но вопросов задавать не стал. Все это время он насвистывал песню «Родина слышит, Родина знает». Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее дым пролетает.